Катер 1 уровня за немецкую ветку развития И, собственно, то, с чего мы начинаем играть за немцев Итак, что же он из себя представляет? Стоит ли на нем как-то плавать, хотя вам в любом случае придется Но, по крайней мере, способен ли он вам доставить удовольствие Или эти несколько боев вам придется страдать? Прежде всего, хотелось бы отметить разнообразие вооружения Но в основном использую я лично 37-мм орудие, которое расположено в хромовой части катера Есть еще пулемет, но у него сектор обстрела довольно неудобный Имеется две торпеды, которые тоже, разумеется, следует использовать К сожалению, разовый урон у них не такой большой Всего 300 единиц разовые в среднем Хотя можно зарядить и довольно сильно Но в любом случае противника одной такой торпедой с одной таблетки, как говорится, не убить Поэтому придется поработать еще и другим вооружением Опять-таки из него у нас присутствует довольно неплохая 37-мм пушечка автоматическая Которая выпускает по 5 снарядов в кассете И этих кассет у нас тут целая куча Да, перезаряжается она 30 секунд, но, но, но Пока вы это все расстреляете, весь свой боезапас, бой обычно подходит к концу Да и перезарядиться потом вполне себе реально Есть у нас бомбы, которые могут доставить неудобства под лодком И есть дымы для того, чтобы уйти от противников К сожалению, я не настолько профи, чтобы нормально их ставить Но в любом случае, хорошо, что они есть и они иногда реально могут вам спасти жизнь Ну и вот сейчас, к сожалению, в игре довольно часто происходят дисконнекты И некоторые противники довольно часто выпадают из игры Но в этом бою, насколько я понимаю, некоторые из них были живы По крайней мере, вот этот вот индивид, который сейчас от меня тут получает Хотя и не очень успешно В любом случае, я тут пытаюсь накидывать по всем и сам особо не подставляюсь Так как расположено наше главное орудие в кормовой части То можно аккуратно выруливать попой и при этом не ловить в корпус большой Вообще, лобовая проекция у нас довольно неплохая В том плане, что она довольно небольшая Да, если мы повернемся к противнику бортом, то попасть по нам не составит труда Но если мы будем стоять к нему лбом, то да, не все снаряды попадут в цель При этом хотелось бы отметить, что есть такая неприятная особенность Особенность у этих пулеметов и у этой пушки Это вот эти вот две трубы, которые очень сильно мешают и загораживают обстрел И кстати, дуэль вот сейчас будет с противником второго уровня А второй уровень для нас очень опасен Особенно учитывая то, что это средний катер, который может нам нападать только в путь Ну и вот сейчас попадает в него торпеда, 160 единиц урона наносит Я пускаю дымы и пытаюсь смыться, потому что мне уже нанесли довольно серьезный урон Попасть по клавиатуре, пытаясь отстреляться и при этом использовать еще дополнительное оборудование Получается далеко не всегда И при этом я тут подставляюсь опять под удар, хотя и сам его неплохо наношу В кормовую часть этот средний катер вполне себе неплохо раздамаживается с нашего орудия Чем радует большой калибр, так это неплохим довольно пробитием Здесь он опять подставляется под очередь Получает довольно заметные повреждения на 150 единиц прочности Я его опрокинул и при этом у меня уже опять перезарядилась торпеда Ну пушка разумеется у меня перезаряжена Я аккуратно, стараясь не подставиться сам, пытаюсь его убивать А учитывая то, что у противника подконнектился один из них То остается он один тут против нескольких нас Ну и мы собственно его благополучно смогли развести При этом я не умер, нанес ему довольно заметные повреждения И доволен собой, как говорится И вот так вот можно проводить дуэли, как-то разводить противников Что хотелось бы упомянуть Понятное дело брони тут нет никакой абсолютно Но еще что более печалит, так это наша скорость 15 узлов движется наш катер вперед Даже вот 14 Да, есть такой, как говорится, форсаж Прям реально впрыск какой-то Потому что увеличивается скорость очень заметно До 32 узлов, насколько я помню Но он довольно кратковременный Это наше ускорение И увы, увы Не всегда нас оно спасет Потому что иногда его может просто-напросто не хватить Но в целом довольно приятный катерок Для первого уровня вполне себе неплохая машина Хотя, да, иногда, когда вы столкнетесь один на один со средним катером Скорее всего, у вас не останется ни одного шанса на победу Но здесь нужно просто уметь скрыться и не подставляться Так что учитесь И с вами был Хрюга ТВ Кому понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал И пока-пока Увидимся!